13 февраля в зале ДКЛК прошел третий городской конкурс «Мисс Студенчество». Руководитель отдела комитета по молодежной политике и спорту Павел Ануфриев рассказал Лукиру о том, как проходила подготовка к конкурсу. Проделана огромная работа, долгие месяцы, долгие упорные репетиции девушки проходили. У каждой, конечно же, есть своя некая харизма, свой характер, который они показывали на протяжении всех репетиций, съемок. Но в целом нам очень нравилось работать с ними. И мне кажется, вот сейчас мы достойно увидим то представление, которое мы готовили все эти месяцы. В своем первом выходе на сцену девушки предстали в образе кукол. Затем с каждой из конкурсанток удалось познакомиться поближе впоследствии видеопрезентаций. Самый непредсказуемый интеллектуальный конкурс в этом году прошел в необычном формате. За сутки до начала мероприятия девушки получили по 20 стихотворений различных поэтов Золотого века, которые должны были выучить наизусть. Надо признать, что не всем удалось справиться с этой довольно-таки непростой задачей, и только три девушки смогли продолжить начатое стихотворение. Во втором туре интеллектуального конкурса эти студентки должны были ответить на два вопроса, проявив при этом свою оригинальность и глубину мышления. В итоге в финале остались только две девушки – Карина Сайко и Катя Трофимова, которым предстояло не только отвечать, но и задавать вопросы друг другу. Затем наступил черед участницам показать все свои таланты и способности в рамках творческого конкурса. Заключительным этапом конкурса стало дефиле участниц в легких, коктейльных и вечерних платьях. После этого жюри подвело итоги конкурса. Я могу поделиться своими впечатлениями на взгляд зрительского зала. Было очень интересно, потому что сегодня было здесь много всего. Было такое драйвовое, было и интеллектуальное, свои способности девушки продемонстрировали, и танцевальное. Им было много грации, красоты. В общем, я впечатлен. И по окончании этого конкурса я хочу сказать, что у нас так сложилось, что не было споров каких-либо. И решение, которое мы сейчас огласим, уже совсем скоро, буквально через несколько минут, оно было принято консолидировано и единодушно. Обладательницей призового третьего места в номинации «Вторая вице-мисс» стала Екатерина Михайлова. В качестве «Второй вице-мисс» была отмечена Екатерина Трофимова. Победительницей конкурса «Мисс студенчества-2013» явилась Карина Сайко. По завершении красочного шоу победительница Карина Сайко и вторая вице-мисс Екатерина Михайлова поделились с Луки Ру своими эмоциями и впечатлениями от участия в конкурсе. «Свою победу я хотела посвятить маме, потому что она прошла со мной весь этот непростой путь, то что она меня поддерживала, где-то я срывалась, она постоянно была со мной рядом, спасибо ей большое. На данный момент я очень счастлива». «На самом деле я очень рада. Это все-таки длилось очень долго, где-то с ноября, с декабря мы уже усиленно готовились. Все девочки молодцы, все переживали, все старались. Я очень рада. Второе место тоже, третье место тоже неплохо. Я первокурсница, поэтому все впереди».